В конце 2018 года «Локомотив» расстался с Ильей Геркусом и назначил нового генерального директора. Им стал Василий Кикнадзе, который был в совете директоров московского клуба пять лет. Почти сразу после назначения Кикнадзе стало понятно, что их тандем с Юрием Семиным вряд ли будет работать. А все из-за трансферов, которые совершали красно-зеленые. Так, достаточно вспомнить переход Мурила. Семин в открытую говорил, что не видел ни одной игры бразильского защитника и не знает, зачем его купил клуб. Отпустил Кикнадзе из «Локомотива» и Хвичу Квара Цехелию. Сейчас 19-летний грузин является одним из самых перспективных молодых игроков в Европе, а переговоры о трансфере с игроком ведут сразу несколько клубов из топ-5 европейских лиг, среди которых точно есть Дортмундская Боруссия. Или вспомним зимнее трансферное окно прошлого года, когда Юрий Павлович ясно дал понять, что ему нужен Кристиан Босогог. Вот только «Локомотив» не смог договориться о переходе камерунского нападающего и Семин на весеннюю часть сезона остался фактически без нападающих. В итоге, летом 2020, когда контракт Юрия Павловича с московским клубом истек «Локомотив» решил не предлагать специалисту новое соглашение. Клуб возглавил Марка Николич, вот только сейчас замену Николича на Семина назвать удачной нельзя. В РПЛ после 16 туров занимает седьмое место и отстает от лидирующей тройки на семь очков. В Лиге чемпионов красно-зеленые несмотря на три ничи потеряли шансы пробиться в Еврокубковую весну. А значит сейчас фактически можно заявить, что этот сезон провален и единственное на что могут надеяться железнодорожники по итогам сезона это место в Лиге Европы. Точно так же думает и руководство московского клуба. Так, по информации издания Метаратингс Локомотив принял решение об отставке Кикнадзя. Сообщается, что Василий продолжит выполнение своих обязанностей до конца 2020 года, но после 1 января у клуба будет новый генеральный директор. Однако и это еще не все. По информации чемпионата новым генеральным директором Локомотива может стать Шамиль Газизов. Московский клуб уже контактировал со спортивным директором Спартака, однако до детальных обсуждений дело пока не дошло. Самое интересное, что такой вариант развития событий вполне возможен. Сразу несколько изданий ранее сообщало о том, что последним матчем Газизова в Спартаке станет поединок против «Зенита» и уже в январе 2021 года Шамиль покинет красно-белых. Все это из-за возвращения Дмитрия Попова, который ранее уже работал в Спартаке с 2008 по 2016 год. Газизов может стать для Локомотива тем самым человеком, который уберет весь негатив из клуба и будет вести более открытый диалог с болельщиками.